Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале Мода Эджи Ди, мой канал о моде и красоте, также об умном шопинге. Мне 37 лет и я персональный покупатель. Мой муж посмотрел мое последнее видео в рамках минимализма, оно было посвящено любви к белому цвету, и сказал, что в этом видео я какая-то грустная. На самом деле, я действительно там очень грустная, потому как начали косить траву, прямо когда я села записывать видео. Этот постоянный скос травы, такой интенсивный, меня на самом деле даже раздражает, потому как нет никакой необходимости через день косить эту траву то в одном углу, то в другом углу. Ситуация очень схожа с тротуарами в Москве, которые перекладывались, перекладывались и разбирались. Вот у нас также здесь Лиде Ди Езла, на мой взгляд, без совершенной необходимости, очень часто косят траву. Сегодняшнее видео будет снова посвящено тем приемам, которые помогут вам не тратить денег, либо потратив минимум денег и минимум усилий, преобразовать свое жилище и сделать его более минималистичным. Я считаю, что это очень-очень важно жить в том пространстве, которое тебе нравится, которое позволяет тебе отдыхать ментально, также визуально. И, соответственно, вот такие приемы упростить пространство помогут вам с легкостью его преобразовать. Я уже говорила о любви к белому цвету, говорила, как это важно полюбить белый цвет, и что совершенно он не должен ассоциироваться у вас с некими больничными помещениями. В этом видео я хочу обратить ваше внимание на линеарность в пространстве. Линеарность в пространстве будет выражаться прежде всего в очертаниях мебели. Минималистичная мебель, она прежде всего очень-очень графичных форм. Также линеарность может выражаться в оконных проемах, они никак не должны быть скошены, закруглены и так далее. На ум приходят также самые обычные полки, которые, разгрузив от всех посторонних предметов, могут выглядеть очень линеарно и очень минималистично. Поэтому, если у вас уже есть мебель, которую вы не собираетесь обновлять, если у вас уже есть те или иные закругленные проемы, безусловно, все это менять не нужно. Но линеарности очень легко достичь за счет полок. Как это ни странно, я бы даже посоветовала вам повесить полки там, где это вам покажется необходимым. Я запишу отдельное видео, в котором расскажу, где стоит размещать те же самые полки, куда стоит повесить настенные часы так, чтобы это не загружало пространство. К счастью, есть детали, на которые можно обратить внимание и нужно обратить внимание, чтобы не получилось так, что вы повесили всего лишь один предмет на стену, а тем не менее он пространство каким-то образом загрузил. Очень часто на эти детали можно не обратить внимания, но они есть и их можно учитывать. Итак, обзаведясь пустыми полками, либо освободив те полки, которые у вас уже есть, вы можете достигнуть той самой линеарности. И обязательно очень важно понимать, что на эти полки желательно ничего не ставить, либо можно сыграть на контрасте, на очень большой полке, возможно длинной полке. Нужно оставить всего один предмет, он будет смотреться очень одиноко, он будет смотреться так, как будто бы ему не хватает своего собрата, либо друга. Но тем не менее, именно вот это ощущение незаконченности, именно вот это ощущение пустоты, как будто бы хозяева только заехали в квартиру и еще не до конца смогли оформить пространство, именно вот это ощущение и дает ощущение минималистичности. Не бойтесь этой ассоциации, привыкните к ней, и я уверена, что вы начнете чувствовать так называемую эстетику пустых полок. По поводу разгруженных поверхностей от всяких предметов я уже говорила, говорила, что это очень важно, если вы хотите жить в эстетике минимализмом, а если вам нравится минимализм, если вы просто хотите упростить себе жизнь, потому как вытирать пыль с совершенно свободных поверхностей гораздо легче, чем переставлять мелкие, либо даже крупные предметы, которые очень часто на этих поверхностях мы имеем. Можно провести вот такой эксперимент, и этот способ, он на самом деле совершенно отличается от расхламления. Я часто говорю, что расхламление пространства, расхламление жилища тех или иных зон, это очень трудоемкий процесс, который очень часто бывает стрессовым по своей сути, и очень часто руки, что называется, опускаются, вот как только мы начинаем расхламляться. Чтобы этого не произошло, нужно делать расхламление дозированное по зонам, но данный способ, он ничего не имеет общего с расхламлением, потому что все предметы мы сложим в большую коробку, либо, возможно, в большой пакет, либо в коробку и пакет. Посмотрите, насколько много у вас предметов. Мы сложим все эти предметы, чтобы освободить наши поверхности. Это позволит нам, опять же, оценить эстетику пустоты, эстетику вот этих пустых полок, пустых поверхностей. Это позволит нам оценить комфорт от того, что мы, наконец-то, освободили наше пространство, и очень важно убрать все в коробку, либо в пакет, даже те предметы туда пойдут, которые выполняют какую-то функцию. Очень часто, например, на входе мы имеем некую тарелочку, некий поднос, вот у меня было так, в московской квартире, которая изначально предназначалась для ключей. Чтобы ключи не царапали поверхность полки, в общем-то, на эту полку была поставлена специальная тарелочка. Она была очень красивая, она подходила по стилю, но, тем не менее, в этой тарелочке всегда оказывались, помимо ключей, какие-то монеты, какие-то батарейки, какие-то визитные карточки и много-много-много всего. Соответственно, все это создавало беспорядок, поэтому даже вот такие функциональные вещи нужно будет тоже убрать. Вы с удивлением для себя откроете, что те же самые ключи найдут для себя с легкостью место, допустим, в вашей сумке. Вы просто не будете их оттуда вынимать. Открыв дверь, вы будете снова класть ваши ключи в сумку. Либо они найдут свое место в кармане одежды, которую вы постоянно носите и не меняете. Соответственно, вы увидите, что очень многие предметы, они найдут сами по себе свое место. Очень многие предметы, которые вы удалите с вашей поверхности, они просто туда больше не вернутся. На самом деле, если вы решите прибегнуть к такому способу, я бы посоветовала отнестись к этому способу, именно как к эксперименту. Потому что это может быть очень трудно раз и навсегда все убрать. Но, тем не менее, мысль о том, что, возможно, вы все это вернете, либо хотя бы часть этого вернете, будет вас греть, и вы с легкостью уберете на самом деле все предметы с поверхности. И тем самым сможете оценить и эстетику, и удобство вот таких пустых поверхностей. Поэтому линеарности можно достичь, не меняя мебель, не меняя форму того, что у вас уже имеется в доме. Линеарности можно достичь, просто освободив поверхности, либо добавив неких поверхностей, допустим, полок, но оставив их совершенно пустыми, либо поставив туда один одинокий предмет, который будет казаться на самом деле одиноким. Вы увидите, как хорошо работает этот прием, когда одна вещь как будто бы забыта на какой-то поверхности. Соответственно, линеарность белый цвет – это то, что поможет нам освободить наше пространство, расширить его визуально, также облегчить, и позволит нам дышать и жить в этом пространстве с большим комфортом. На этом я с вами прощаюсь. Это была Инна Складцова. Желаю всем очень хорошего дня. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok